Добрый ранец. Информационная служба телередокомпании Гомель начинает свою работу в эфире в студии. Для вас працует Евген Поблавец. До початку до терминовых голосований на выборах депутатов палаты представников национальных сходов яше маль два тени. Але уже зараз практично усе размешанные на Гомельщине участки готовы до работы с насильництвом. Тут створены кутки выборщиков, где можно сдаемиться с основными законодавчими актами и биографиями кандидатов. Активность выборщик кампании оценил Олег Сенцеров. Сгодно с започными даденами областной комиссии по выборах депутатов палаты представников, от дальнейшей борьбы на Гомельщине выросли 7 зарегистрованных претендентов. Одна из мягчимых причин – великая конкуренция. Таким чином выборщую кампанию у регионе притягивает 67 человек. Это прикольно 4 претендента на один депутатский мандат. Выборщий участок номер 4 Гомельской и Новобельской выборщей округи разместился на территории предприятия Гомельщин-Шпалеры. Основное голосование пройдет в помешкании столовой, а для детерминового отвели один с покою административного отдела. Сегодня тут можно ознайомиться с усими документами, у ответственности, за якими будут проходить выборы, а так само биографиями кандидатов. У Гомельской и Новобельской округи их 4. Кандидат биологичных навук, генеральный директор товариства, депутат палаты представников попереднего скликания и юрист-консульт. Самому старейшему 66 годов, молодшему 34 годы, с 26-го жнивня на участку пошлось постоянно дежурить члены комиссии. С 26 августа каждый избиратель, не только нашего участка, и на других, могут ознакомиться со списками, посмотреть, есть ли он в этих списках, ознакомиться с материалами по выборам, которые представлены в уголке избирателя. В данном случае у нас все это готово, и Конституция, избирательный кодекс, и все материалы, кто входит в состав окружной избирательной комиссии, участковой, график работы, все идет согласно законодательству. За выключением одного кандидата, який провел встречу с опросовным коллективом, особливые активности претендентов на четвертом выборчем участку Гомельской новобелецкой округи, поколь не означается, як, до речи, и в инших округах. Вы всеяким разе убачить пикеты кандидатов на улицах Гомеля, поколь, достатково проблематично. Хоть прокаты некоторых претендентов уже заявились, верогодний за все, самой распространенной и эффективной формой агитации в участке этой выборчей кампании. Стануть миновитые особицы с устречой с населенством по месту праца и жихарства. Всю необходную информацию о потенциальных депутатах представить и на выборчем участку номер 11 Гомельской центральной выборчей округи, який находится в будинку Державного колледжа мастерства имя Соколовского. Основное голосование тут будет проходить у фойе учебного корпуса для детерминовых, а дважды наставницкий покой напишем по версии. Кажуть, что такое местознаходжение не будет створать перешкода для научального процесса, для того, что это зручно для людей с зубежеванными махчимостями. Для работы с выборчиками на участках у Воголя рыхтуется грунтовно. Члены комиссии не только тримали специальные памятки, за ними проводятся еще и регулярные тренинги, на яких разглядываются все махчимые ситуации. Избиратель хочет проголосовать за своего родственника, что обязана члена комиссия делать в этом случае. Если приехал человек из другой области, обязаны ли члены комиссии его выдать ему бюллетень и каким образом поступить в этой ситуации. Если люди не могут проголосовать на избирательном участке, как мы действуем в этом случае. То есть, приехать должны мы домой, нанестить этого человека и поработать. Ну, вот различные ситуации, которые могут случиться на любом участке избирательном. Сегодня в Гомеле будут проведены секции для разных категорий педагогичных работников. Основная задача – проанализовать выники летошней работы, ознавиматься с лепшими напрацовками и удокладнить основную задачу на новый научальный год. Управданности плануется обмерковать такие накерунки дейности школ, как в учебная и выховавшая дейность, супрацовница со шмадетными и неполными семьями. Выники работы секции будут покладены у основы проведения областной нарады педагогичных работников, якая запланованная на 27-го жнивня. Дарыши на 5-е до дни нового научального года Украина стартует специальное комплексное мероприемство «Увага, дети!». Управданности водители с 25-го жнивня по 5-го вероясня повинны будут ездить в день с заключенным близким светлом фар. У гайты-перед супрацовники милиции, педагоги и батьки объеднают свои намагания по забеспечению безопасности детей. Запланованы шерах профилактичных мероприемствов. Конкурсы, викторыны и спортивно-навучальные занятки закликаны нагадать про необходимость выполнения дорожных правил. Особливая увага будет нададена проведение тумачальной работы с батьками. На Гомельшине оценили стан готовности до зимы установ культуры. Проведена работа, оценена як задовольняющая. Обшими шла размова на селекторной нараде ведают наши корреспонденты. Гомельская областная универсальная библиотека сёня гэта перж за всё больше як один миллион розных выданёй у тым лику редких книг. С 2007-го тут працуе информационный центр Организации Объединанных Наций. Але библиотека гэта яшы и больше як 4,5 тысячи квадратных метров вытворших площу. И не завсёды новые инженерные сетки. Головный корпус побудованы яшы в 1961-м годе. И с того часу капитального ремонта тут не было. Тем больше важно якосно подрыхтовать установу до нового цепляльного сезона. Усе работы провели у отповедности загадя распрасованным планом и затверженной сметой. В целом выполнены работы по гидравлическим испытаниям системы отопления, промывки системы отопления, поверка манометров, других контрольно-измерительных приборов. До осенне-зимного периода на Гомишине необходимо было подрыхтовать больше як 800 объектов. Под ведомостных Головному управлению идеологичной работы культуры и по справах молоди. Для проведения работ з областного бюджету выдаткована сумма, якую финансисты оценивают як достатково значную. Притым, что у некоторых районах частку сродков не освоили до этого часу. Правда, размова не идзе об нечем масштабным. На особных объектах культуры не поспели установить автоматичные системы пожаротушения ци видеоназирания. Не дзе своячасова не провели тендер по бегучим ремонте. Але у любым выпадку гэтые факты не адмавляюць Галунага. Установы Галіны до эксплуатации у осенне-зимовый период готовые. А пошнями дарыча яшы 19-го жнюня. Об гэтым поведомили у отделе идеологичной работы культуры и по справах молоди Ветковского райвы Конкама. На сегодняшний день учреждениями культуры и организациями области получено 100% паспортов готовности теплоисточников и 100% паспортов готовности потребителей тепловой энергии. Было необходимо это задание выполнить до 1 сентября. С удовлетворением могу сказать, что сделали мы это на 2 недели раньше. Олешин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Лепшага кинолога Беларуси вызначается на чемпионате в Гомеле. 17-й открытый чемпионат внутренних войск по службовым шматборье собрал специалистов из Беларуси и России. Их службовые собаки повинны продемонстровать навыки огульного курса дрессуры, основ следопытства, проверки по мешканню и свою психологичную устойливость дострелов. Наши корреспонденты володают под обязанностями. На спаборництвы у «Гомель» приехали 47 специалистов-кинологов. Это войсковцы внутренних войсков, представники силовых структур Беларуси, а так само федеральные службы, выканание покараний у Российской Федерации. Усяго 10 команд. Спаборництвы проходят в четырех номинациях – пошук наркотичных и психотропных препаратов, выбуховых речевов, криминальных похоронений. Александра Андерова-Бянькоуская разом с Гермесом, немецкой аучаркой, приехала на спаборництвы из Могилёва. Кожное выступление – соправдный стресс, как для господара, так и для аучарки. Шмат людей, иншие собаки побачь – новая дистанция. Любая дробисть может уплывать на выник. Полосу он прошел хорошо, но на общаке можно было бы лучше, но так, как есть. Я изо дня в день занимаюсь постоянно собакой. Нет такого. Либо общий курс. Понятное дело, что он каждый день, то есть послушание – это хождение рядом, сидеть, лежать, стоять, голос. То есть это изо дня в день мы это делаем. Специалисты-кинологи до своих годованцев относятся, як до детей. Валерий Пирабаскин с бельгийской аучаркой Фёдором нават живуть под одним дахом. Ён таки ж член семьи. Як выник неодноразовая перамоя у номинациях по пошуку злочинцев. У Гомеля приехали у першыню. Алименты такие же, как были раньше в войсках. Довольно-таки сложные. В принципе, всё доступно, всё реально. Беларуси нравится. Очень чисто у нас. Хорошая организация. Нравится очень. Сегодня у Беларуси наличивается коля тысячи кинулахов. У Российской Федерации только у службы в иконании пока раннего працуют больше, как 10 тысяч. Обмен вопытом стал уже доброй традицией. Служба не стоит на месте. Развивается. Развивается и техника, и технические средства. Развивается методика, тактика применения. Поэтому каждый год мы что-то новое видим. Берём себе на вооружение. Это как полезно. И принимающая сторона. В прошлом году ваша команда принимала участие в наших соревнованиях. В этом году с ответами к визиту мы приехали. Поэтому я надеюсь, мы много нового почерпнём. В прошлом году наши сотрудники Департамента охраны и спецпродвижения «Алмаз» принимали участие в межрегиональных соревнованиях Юга России на базе Ростовской школы службы на Ростовском боководстве. Из 23 участников по курсу поездных веществ сотрудник «Алмаз» занял первое место. По общеростному профилю сотрудник Департамента охраны из 27 человек занял второе место. Но я думаю, что уровень говорит сам на себя. На наступный год команда из Беларуси приме уделу с поборництвах у Архангельску. Команда из трех человек попробует снова подтвердить свой высокий профессийный узровень. Явген Пабалавец, Наталья Игнатенко, Максим Славин, телерадио «Компания Гомель». Начальник областного управления Державтоинспекции Игорь Макушенко отказал на пытание ЖХРУ региона. Промая телефонная линия протягивалась агадину. За этот час были закранутые пытания безопасности дорожного руха, обсталевания парковок, а также борьбы с порушальниками в первую очередь ухудкосного режима и правила парковки. С Петрикова поскарделись на дрынный стан дорожного покрытия в райцентры. По словам Игоря Макушенко, Мясовая коммунальная служба пообиацала вырешить проблему в самый ближайший час. Шмак питаньев за уваги про панов поступало по организации руху у центральной часы Гомеля. Начальник областной дает значу, что протягнется работа по ширине проездных часток на некоторых улицах. Это позволит повысить пропускную мощимость дорог, а также створить новое парковочное место. Поляпшение дорожной инфраструктуры для велосипедистов также сирот распространенных питаньев. Игорь Макушенко – старшиня областной федерации велосипедного спорта, а тому интересы аматоров двухколового транспорта – близкие яму. Даже автоинспекции студенты Белдута распроцвали проект по развитию велосипедного руха у Гомеля и в области. Зараз его возгодняется с мясовыми уладами. Проект различен на пять годов. За этот час у областных центра повинна быть створена разгалинованная сетка велодорожек. Предложение по городу Гомеля завязать потом при реализации этой концепции пятилетней завязать все велодорожки, которые будут по программе в единую. И чтобы это было километров 50-60 по всему городу. Но снова же, чтобы эти потоки велосипедного движения, пешеходного и транспортового меньше всего пересекались. Они будут пересекаться, но тем не менее сделать условия создать такие, чтобы это было всем комфортно. У Гомеля все большую популярность набирают квесты. Зараз каждый жадает, что может выбрать гульню такого формата на свой густ. Недавно гомельские прихильники квест-румов смогли ценить новое отчувание и на час проходжения гульни перенестися у эпоху Средневекия. Ну что, друзья, 14 век, средневековье, и вы оказались в плену у Священной Инквизиции. Миновита так начинается сценарий нового квеста, який недавно открылся у Гомеля. На этот раз прихильникам головоломок организаторы пропонуют подороже у Средневекчи. А чуть атмосферу можно с перших хвилин. Это наш уже второй квест в городе Гомель, гнев Инквизиции, он называется, и мы очень гордимся, что он получился в таком виде, в котором он есть. Мы очень много времени потратили на его строительство. Если те, кто уже был у нас на заражении, придут сюда, они увидят, какой огромный шаг мы сделали, как и сценаристы, как и строители, как реквизиторы. Переодолить усе пирож-коды, разгадать коды, открыть замки и выратывать сяброу. На усе дается ровно одна година. У одрознений от компьютерной версии у живых квестах эмоции и отчувания соправдные. Самое главное их преимущество в том, что это происходит в реальности. То есть с вами. Вы не сидите дома, в квартире, за компьютером, а вы сами являетесь главным героем нашей истории. То есть вы вживую проходите, вы вживую испытываете на себе. То есть это вплоть до запахов, каких-то звуков, ощущений, которые с вами происходят. Это все происходит вживую. Это самое главное преимущество. Поспробовать свои сдольности уже в их квестах может каждый, ожидающий. Минимальная колькость удельников – три человеки. Как обещают организаторы, новые уражения и добрый настрой гарантованные. Александр Лупиненко, Дмитрий Радянко, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». И о пошне. Глядите сегодня на телеканале «Беларусь-3» черговое передвыборное выступление кандидату депутата Платы Простовников Национальных Асходов Республики Беларусь шостого скликания. С 19.01 до 19.30 у эфира выступление кандидату Парахачевской окрузе номер 45. С 19.30 до 19.50 до выборщиков звернутся кандидаты Паречицкой окрузе номер 44. Нагадаем, выступление выйдут в эфир на телеканале «Беларусь-3». Это все новинные на ГТЧА. С тут же для вас працавал Евген Паболовец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова